Плановая экономика и сталинская индустриализация требуют учета, контроля и регулирования передвижения населения. В 1932 году в городах Советского Союза вводится паспортная система. Без городской прописки, указанной в паспорте, отныне нельзя поселиться на новом месте и устроиться на работу. Крестьянам паспорта не дают. Ясно, что с наступлением трудностей народ устремится туда, где выжить проще. И обязательную прописку учреждают, охватив в первую очередь население Москвы, Ленинграда, Харькова, Киева и других центров. В паспортах, кроме прописки, закрепляющей гражданина по месту жительства. Ну давай, все. Вот у меня письмо в городское управление. Мы просим, чтобы вас лишили московской прописки и выселили из города. Обязателен штамп о месте работы. Возникают патовые ситуации, когда без прописки нет работы, а без работы нет прописки. На первых порах в столице до 300 тысяч нелегалов. В деревне единственный работодатель. Сплошная система коллективных хозяйств. Без разрешения колхоза переезжать нельзя. За беспаспортное передвижение по стране штрафуют сразу на 100 рублей. При вторичной попытке два года лишения свободы. Злостно-антисоветский анекдот расшифровывает название правящей партии ВКПБ, Всесоюзная коммунистическая партия большевиков, как второе крепостное право большевиков. Чтобы порвать с деревни, где бедность, голод и нет перспектив, парни не возвращаются домой из армии. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Или едут на индустриальные стройки по оргнабору. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Шанс для молодых женщин наняться в город уборщицей, домработницей, няней, туда, где могут выправить паспорт. Со временем правила еще больше ужесточат. В 1940 году запретят увольняться по собственному желанию, только по согласованию с дирекцией, а то никуда не устроишься. Потом начальству дадут право принудительно переводить людей на другую работу и даже на новое место жительства. Эти правила трудовой армии отменят только после смерти Сталина. Прописка отчасти сохранится и в послесоветское время, называясь регистрацией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова